Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на ваши вопросы. Я хочу поблагодарить всех, кто не забывает писать нам свои новые вопросы. Это для нас очень важно. Пожалуйста, друзья, если у вас есть в закашнике какой-нибудь интересный и необычный вопрос, не забудьте написать его в комментариях. Мы с вами находимся в зале зоогеографии. За мной витрина моря и посмотрите на эту чудесную рыбу. Называется она рыба-луна. Кстати, рыба очень интересная. Она, во-первых, очень крупная, до трех метров в диаметре. И интересна еще тем, что это самая плодовитая из рыб. Она выметывает за один раз до 300 миллионов икринок. Ну а сегодня я отвечу на вопрос Александра Романова. Мы рассказывали о том, как хамелеон меняет цвет. И вот Александр написал, действительно, ведь не только хамелеон меняет цвет. Подобный механизм есть и некоторых других животных. И вот, в частности, Александра Романова заинтересовала в этом смысле камбала. Он пишет, с темой изменения цвета очень запомнился кадр из программы про животных, где камбала пыталась спрятаться на фоне шахматной доски. Не сказать, чтобы она это сделала идеально, но по контуру поля переходила весьма точно. А каким образом рыба чувствует, что тут лучше быть белой, а там черной, если переднюю часть она еще и может глазами видеть, то какой цвет пули у нее под хвостом или из-за пуза она точно не видит. Давайте попробуем с этим разобраться. Действительно, согласитесь, что у камбалы, хоть она рыба очень странная, на нижней стороне все-таки глаз нет. Оба глаза у нее расположены на верхней стороне, что, собственно говоря, является такой вот основной отличительной особенностью. Хочется вообще пару слов сказать об этих удивительных созданиях. Камбала относятся к отряду камбалообразные и их 772 вида, то есть довольно значительное количество. Интересно то, что есть виды, у которых все рыбы правосторонние, то есть у них опы глаза переезжают на правый бок. Есть виды, у которых все особи левосторонние, то есть глаза переезжают на левый бок, а есть виды, в которых встречаются и правосторонние и левосторонние рыбы. Когда маленькая камбала вылупляется из заклинки, она выглядит как совершенно обычная рыбка. У нее пигмент одинаково на обоих сторонах распространен, и у нее глаза расположены, как у остальных рыб, и плавники, соответственно, и рот тоже. Но она какое-то время плавает тебе спокойно, растет потихонечку, и примерно в один-два месяца с ней происходит трансформация. Она начинает уплощаться, причем уплощается она с боков. При этом один бок камбалы становится верхней ее стороной, именно туда смещаются глаза, а другой бок камбалы становится нижней стороной, стороной, которая обращена ко дну. Перемещаются глаза, перемещается, скособочивается рот, перемещаются плавники, и спиной плавник налезает на голову, и при этом еще меняется пигментация. Нижняя сторона, которая обращена ко дну, она совсем лишена пигмента, она белая, и если вы покупали камбалу в магазине, вы могли, собственно говоря, в этом лично убедиться. Ну, в общем-то, и понятно, потому что ту сторону никто не видит, она все время находится рядом с дном, и совершенно не нужно тратить на нее пигмент. А вот верхняя сторона довольно сильно пигментирована, и цвет камбалы, как правило, зависит от основного цвета грунта, который вокруг нее находится, то есть она и так уже окрашена маскирующей. Но действительно, камбала обладает таким потрясающим свойством менять свою окраску для маскировки. Надо сказать, что эта рыба ведет довольно ленивый образ жизни. Форма ее такая плоская. Например, есть вид камбалы, который называется английская подошва. Это действительно напоминает своей формой подошву. Она в основном лежит на дне, довольно вяло переплывает в случае необходимости, может очень хорошо зарываться, если грунт мягкий, например, песок, может очень хорошо зарываться так, что на поверхности остаются только глаза. И это нужно рыбе не только для маскировки, но это нужно ей также для того, чтобы охотиться, потому что камбала – это хищник. Питается она и беспозвоночными различными, которые живут в грунте, питается она и мелкой рыбешкой. Но возникает вопрос, а как камбала может действительно знать, какого цвета грунт под ней? Да в общем никак. На самом деле обычно грунт равномерен на достаточно большом пространстве на дне. И камбале достаточно видеть грунт глазами, а глаза у нее расположены довольно высоко, они приподняты над головой, такие как перископы-2, и они могут двигаться в разные стороны, и, соответственно, рыба может довольно хорошо видеть, какой грунт вокруг нее. И поэтому глаза смотрят, какой вокруг оттенок, они передают сигнал головному мозгу, а головной мозг уже передает сигнал клеткам особым, аналогичным клеткам у хамелеона. Мы, кстати, об этом рассказывали в видео про хамелеона, вы можете посмотреть. Соответственно, есть клетки-хроматофоры, в которых содержатся зерна пигмента, и эти клетки имеют очень своеобразное строение, они разветвленные, такие как звездочки с отростками во все стороны. И в зависимости от того, сжимаются эти клетки или растягиваются, пигменты оказываются или ближе друг к другу пигментные зерна, или дальше друг от друга. И, соответственно, окраска может быть или светлее, или темнее. Если камбалу положить на какой-то искусственный грунт, ее голова, например, окажется на светлом грунте, а тело окажется на темном, то вся камбала станет светлой. Потому что, действительно, на брюхе, вернее, на нижней стороне, это нельзя назвать брюхом, у нее нет глаз, и она изменится по цвету того, что видят ее глаза. Вот. То есть, в данном случае, конечно, нельзя сказать, что ее вот эта вот маскировка, она может быть абсолютно идеальна. Конечно, нет, здесь могут быть какие-то ошибки, в случае, если грунт какой-то необычный. Но в обычных обстоятельствах камбалу такая способность очень хорошо спасает. Ну что ж, я надеюсь, я ответила, Александр, на ваш вопрос. Пишите нам новые вопросы в комментариях. Ну и вообще, в нашем музее много всего интересного. Приходите к нам. И если вдруг вы живете далеко от музея и не можете к нам прийти, присоединяйтесь к нашим Zoom-занятиям. Там вы узнаете много интересного. Ну что ж, всем хорошего дня. Пока!